На этой неделе члены отряда юных инспекторов дорожного движения совместно с инспектором ГИБДД Светлана Шараповой провели рейд в 12-й школе. В первую очередь были посещены самые маленькие участники дорожного движения, первый Б-класс. Ребятам был задан вопрос, знают ли они правила дорожного движения, а самое главное, знают ли они безопасный маршрут из дома в школу и обратно. Одна из учениц рассказала, как будет возвращаться из школы домой. Я хожу из школы и домой одним маршрутом. Я прохожу сначала по дороге, потом аккуратно по обочине, потом иду по татуару, прохожу Первомайский и иду по трепинке и захожу в школу. И так обратно домой. Затем ребята из отряда ЮИД и Светлана Шарапова зашли в 6-й класс, чтобы узнать, как они знают правила дорожного движения. И предложили ребятам разобрать ситуацию, попросив одного ученика выйти и показать, как нужно правильно поступить в данной ситуации. Вы стоите у поворота дороги и есть пешеходный переход. Как ваше пойти каким-то другим путем? Можно пойти и рисовать? Можно из одноклассников? Как вот ты решаешь? Вот пишет зеленый и красный. Значит, здесь какой-то будет путь правильный, а какой-то неправильный. Стрелочку прямо можно изобразить. Ребята из 6-го класса тоже рассказали инспектору, как ходят из дома в школу и обратно. Каждый день я иду из школы домой. Я иду по улице Первомайской, по левой части обочины, прохожу на улицу Свердлово, по левой части дороги. По левой стороне? Потом спускаюсь вниз налево. С какого возраста можно по проезжей части? С 14 лет. Вот как тебе? Тебе еще 14 лет нет, но тебе очень хочется на велосипеде покататься. Там, где ты живешь, нет ни тротуара, есть только одна дорога. А места, разрешающие кататься на велосипеде, есть в городе. Как ты поступишь? Да иду с велосипедом, катя его до города, как пешеход. Действительно, как пешеход, опять же, по левой стороне, по красных партизан, Свердлово, Первомайское, да. И, значит, на школьный стадион, на детскую площадку, в сквер, в парк, тогда можно где покататься. Очень хорошо. Пассажиров возишь на багажнике? Нет. Этот ролик хотелось бы закончить словами Николая Инчина, ученика 11-го класса, 12-й школы. Ну, в общем, я всем желаю ездить аккуратнее, главное думать о безопасности себя и других водителей, не только водителей, но и пешеходов. Продолжение следует...